Украинскую резолюцию об агрессии России вблизи Керченского пролива приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. В документе нет термина «военнопленные». Эту поправку убрали перед началом срочных дебатов. Подробнее расскажет Юлия Башко. За резолюцию 103 голоса, 3 против и 16 воздержались. Срочные дебаты длились полтора часа. Докладчик, член посет Германии Андреас Ник призвал Россию срочно освободить украинских моряков. Я смог встретиться с родственниками задержанных моряков в Страсбурге. Эта встреча произвела на меня сильное впечатление. Международный комитет Красного Креста, комитет против пыток, должны быть допущены к украинским морякам. И они должны получить необходимую поддержку. Необходимо предпринимать все дипломатические усилия со стороны Совета Европы, чтобы они были отпущены. Хотя в докладе Андреаса Ника есть осуждение применения военной силы России против украинских военных кораблей и их экипажей, его формулировки все равно назвали недостаточно жесткими и даже смягченными. Выступающие депутаты были намного резче в своих высказываниях. Россия ведет экономическую войну в этом регионе, чтобы укрепить свой контроль над Крымом и Черным морем. Мы не можем допустить, чтобы Азовское море стало полем для битвы. Мы очень сильно поддерживаем Украину. Россия действует с огромной агрессией против Украины. Кто-то должен сказать, чтобы они остановились. Но должен быть немного четче сигнал России, что все, что они делают, это неправильно. И они должны заплатить цену. Поправку украинской делегации, а именно формулировку о статусе военнопленных для украинских моряков, накануне отклонил профильный политический комитет из-за слова «война» в тексте. Украина предлагала назвать их напрямую военнопленными. И это было наше предложение. Так как на английском это звучит «prisoners of war», и наших коллег слов «war» немножко пугает война, то мы в итоге общения нашли компромисс. Следующий. Что ассамблея требует immediate release of Ukrainian servicemen, то есть немедленного освобождения украинских военных моряков. А до этого момента, чтобы с ними обращались по принципам of international humanitarian law, such as Genève conventions, то есть по принципам международного гуманитарного права, таким как Женевские конвенции. Юридическое принятие резолюции ПАСИ означает, что теперь все украинские моряки, незаконно удерживаемые в России, получают статус военнопленных. А это означает новые возможности для их освобождения. Этот документ может стать основанием для того, чтобы в Европе начали признавать наших моряков военнопленными, предоставить дополнительные аргументы для создания наблюдательной миссии за судоплавством в Керченском проливе и выполнением двухсторонних соглашений между Украиной и Россией от 2003 года и морским правом ООН. Ни одна страна не может приватизировать морские протоки. Какая реакция Москвы на принятие резолюции неизвестна. Накануне Госдумы отказалась присылать своих делегатов. Но в день проведения дебатов появились представители пропагандистских российских СМИ, даже устроили провокации. Мы понимаем, что она не имеет никакого отношения к журналистской деятельности. Почему Россия отправляет сюда своих пропагандистов? Представитель постоянной украинской делегации Ирина Герасченко сделала специальное заявление для россиян. Она напомнила, что Украина готова обменять 25 осужденных российских граждан на 100 украинцев. Уважаемые граждане Российской Федерации, вас, ваш президент, бросит. Президент Путин вас всегда бросит. Вот этих 25 граждан Российской Федерации, 25 граждан Российской Федерации, украинская сторона готова завтра отдать России в обмен на политзаключенных Кремля. На наших 13 официальных обращений Грызлову, Лаврову, Путину мы не имеем ни одного ответа. Украинских моряков удерживают московских СИЗО. 21 из них находится в Лефортово, еще трое в матросской тишине. Состояние двух из них вызывает крайние опасения. Из Страсбурга Юлия Башкова, Владислав Гапон, ЮЭТВ.